Доброе утро, мои дорогие! А сегодня совсем другой день, совсем другая погода. Дождик вот прошёл, видите, видите, совсем другая погода. Жалко. Ну, ладно, мне надо ехать в город. Надо ещё одну бандерольку отправить. Магазин надо, а то что-то я всё съела. Вот сидишь дома, вроде забываю про еду, а смотришь по холодильнику. Продукты-то куда-то уходят. Ладно, сейчас поеду. Видно вам, нет? Вот она на веточке сидит, горлица. Серенький такой голубочек с маленькой головкой. И как ошейничек всё равно. Вот она, видите? Не могу приблизить меня. Маська разбил экран-то. У меня не приближается теперь. Вот который, угу, как сова кричит. Наверное, мелко, да? Вот это такой вот дикий голубь. Ну, вот дождик прошёл. Вроде немножко как-то разгуливается, но всё равно облака есть. Вот смотрите, а в центре уже вот розы и не обрезанные никакие. А вон, смотрите, сколько листочков. Ну, здесь как-то и зацветают раньше. Тут видно теплее, что ли, не знаю. Прям листочки-листочки. Прям у всех. Думала на море сходить. Не люблю я. Море в такую погоду. Оно такого цвета нехорошего. Нет, подожду, когда будет сонышком. И схожу. Всё время тут спит. Ты тут живёшь, да? Так, сейчас на почту схожу. Надо мне отправить Ире в Сочи. Так, и осталась у меня Кристинова-Диванова. Кристиночка, если ты смотришь... Я записала твой адрес, а потом не знаю, куда девала этот листочек. Напиши мне, пожалуйста, ещё раз или в комментариях, или где-то. Потому что у меня собрано всё лежит. А не могу адрес найти. Ну, вот, вечная у меня проблема с этим делом. О, гляньте, как дом культуры-то. Терпеть не могу. Когда этой плиткой обкладывают, считают современным, на самом деле, это такая... Бред, короче говоря. Все здания одинаковые становятся. Какие-то все одинаковые здания становятся. И безликие. Ну, вот, что суд этой плиткой обделал. В оригинальном виде они были гораздо интереснее. Ну, сейчас, конечно, на что смотреть-то? Это опять надо хотя бы апрель. Да и то, при такой погоде, при непонятной, неизвестно, что будет-то. Вон, суд такой же сделали. Плиткой этой. Моя любимая почта Крыма. Привёз меня, поехал. Торопится. Ему что-то в ГАИ, что ли, надо. Опять дождик пошёл. Слушайте, как я вовремя-то приехала. Ой, так, надо быстрее заносить всё. Так, забрала у Толика в машине вот эту вот квитанцию. Так, вот это и Раиди. Девчонки, поставьте на паузу, ладно? Номер вот этот себе запишите, пожалуйста. Так, а это галочки. Вот тоже номер. Так. Так, а это сегодня я отправила Ире в Сочи. Потому что я забуду, девчонки, вам потом написать. Головы нету просто. Вот видите, как уехала, всё побросала. Так, чё купила? Докладываю. Свинину на рёбрышках. Купила. Я люблю вот рёбрышки, всякие рёбрышки. Уже и зубов-то нету, а люблю. Так. Толик так торопился. Яйца вот у нас по 95 рублей. Мандарины. Девчонки. Вот Толик так торопился. Я забыла про сигареты. Ну вот сам потом поедет. Так. И вот такой хлеб я ем. Вот такой. Нравится мне вот такой хлеб. Я его ем мало. Мне его хватает прям вот на... Ну практически на неделю. По кусочку в день, если я съем, то это хорошо. Да. Вот торопыга. Вот. Мне надо в милицию. Мне надо в милицию. Так. Ну ладно. Можно опять заниматься делами. Вот режу сеточку неаккуратно. Режу, а сама думаю, что я делаю. Ведь на декор такая сеточка, это просто красота. Тьфу. Ну ладно уж теперь. Разбираю посылку. Свою собственную. Вы видите, вот даже краску вот такую с молотковым эффектом по ржавчине. И то из мурманска высылала. Ой, а в эту кружку я прям влюбилась. Ну я-то ее... Она на самом деле такого розового цвета, нежного-нежного. Вот видите, как камера передает. дает. Я так купила... И это такого розового золота. Вот она вот больше похожа вот там в цвет. Вот. Ну почти такой. Здесь вообще не такой. Я-то купила из-за вот этой крышки. какую-нибудь баночку задекорирую. И вот такую крышку. Да? Ну и надпись мне тоже нравится. Знаете, как песня-то такая есть. Все бабы как бабы, а моя богиня. Ну и я вот так тоже. Ахахаха. Ахахаха. Еще мне понравилось, знаете, что? Какая-то форма ее. У меня вот такой... Такой формы нет. Фикс прайс. Обожаю. Вот что я ждала. Слушайте, долго шла посылка. Получается, она шла 17 дней. Обычно за 12 доходит. Вот. Очень я ждала вот эти бусы с Авантюрина. Это просто не видно. Смотрите, как они. Ну в общем, мне тут нужно все. Ну ладно, слава богу, все пришло. Но это я вам все показывала уже. В общем, все, кто смотрит, все видели. А кто не смотрит, значит, им и не надо. Как Саша передавала с кошачьим кормом. Так. Завтра же залью вот эту рыбку. Да может и сегодня. Не, ну мне еще все это надо разобрать. Все это пораспихать по всем коробкам, какие там чего. Ну смотрите, какая прелесть для браслетиков. к нему. Так. Даже лист от Танюшкиного букета привезла. Ну он, конечно, весь высох. Ну ладно, может, куда пригодится. Большущий такой. А вот это из ленты сумка. Это в стирку все. Это вот, что я там накупила. Всякого разного. Пуполки какие-то. Вот все надо перестирать теперь. Так, теперь можно звонить Вите в пакет с чаями, крышками и еще чем-то там пришел. Вот забыла вам показать. Вот такую мурманские овечку купила. Посмотрите, какая моплопассенькая. маленькая. Два пса рублей стоит. я купила, знаете, опять на какую-нибудь может крышечку на баночку посадить. Вот такая прям лапонька маленькая. Сейчас буду вот эти штучки разбирать. Ну, посмотрите, какая прелесть. Это, как это называется, скрепка декоративная. Ну, посмотрите, какие они милые. Ой, прям ой-ой, сделаю браслет. Посмотрите, какая прелесть. Ну, если мне Лариса прислала там под серебро вот такие, да, вот маленькие шармики, а тут вот под золото, гляньте, какие. И хвостики вот эти вот китовые, да, как они называются, или там, не знаю, русалочи или что-то. Ну, прелесть. Кстати, мне иногда вот хочется прям что-то сделать эдакое простенькое. Вот сделала из кошачьего глаза синего. Ну, ну, ну. Вот такой вот браслетик на резиночке с рыбкой вот с такой. но иногда хочется. Иногда в тебе просыпается такая девочка. Прям девочка-девочка. Ну, может, все девочки. Так что эти штучки пойдут в дело. Я прям очень рада. Такие миленькие. Такие, да, вот эти няшные. Ну, а погода сегодня испортилась окончательно. Ну, оно и обещали. Так что ничего я не убираю остальное. Мало того, у меня завалилась ёлка, разбила гриб. Ну, в общем, вроде тяжёлый вот этот постамент у неё. там же был электрический мотор. Ну, и она должна была крутиться, светиться. В общем, короче, вот такое безобразие. Ладно. Дождик пройдёт, если завтра буду поднимать, управлять. Сейчас не буду. Вот, видите, капает, 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 льётся. А я вон бельё постирала, несу сушить. Вот такой день сегодня. Ну, а что делать? У природы нет плохой погоды. Я так ждала этих ласточек, что прям вот уже на сатуар её приделала, не выдержала. Вот такой сатуар. из стекла с украплениями золотыми. Вот такая будет птичка. И хочу ещё на другую сторону вот такой сделать цветочек. Ну, сейчас я посмотрю в процессе. Вот, и очень я ждала вот эти огромные шапки. Потому что шарфы, которые вот, ну, прям палантины, резать их не хочется, а они не, меньшие шапочки не входят в концы вот эти. Вот, так что теперь я буду шарфы делать. у меня у меня их еще не сделанных. Ой-ой-ой. Смотрите, целая вот такая вот коробка шарфов этих разных, 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 всяких там. Так что вот теперь смогу начать делать такие широкие шарфы. Ну, рыбку, конечно, не выдержала, залила гипсом. Посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok